Приветствую вас и, следуя логики, значит, психологического знания, можно сказать, что вредные и вредные привычки, они никогда не возникают просто так. То есть, у этого всегда есть свои причины, у этого всегда есть свои беспроведенческие моменты, вот. То есть, если у вас имеются вредные привычки, значит, они вам, ну, для чего-то нужны, значит, они какую-то функцию выполняют, значит, они являются частью той сублимированной энергии, которую вы не можете реализовать иным способом, кроме как через эти самые вредные привычки. Вот. И, на мой взгляд, самое правильное здесь будет именно определить то, каково ваше отношение, в том числе и психологическое, к тому, что у вас есть вредные привычки. То есть, во-первых, вините ли вы себя за то, что они у вас есть. Дело в том, что чувство вины один из самых главных триггеров, ну, при формировании этих самых привычек. И потому, если говорить о психологической работе над привычками вредными, да, то начинать стоит именно с нее, с чувства вины. Вот. То есть, вам нужно понять, что чувство вины само по себе, да, оно и стимулирует вас к тому, чтобы вы продолжали все дальше и дальше, значит, ну, делать то, что вы делаете. Непонятно, какая именно вредная привычка, но тем не менее. Вот. Второе. Для чего вы хотите бросить свои вредные привычки? То есть, нужна ведь четкая цель. То есть, нужна четкая, определенная цель, для чего вы хотите это сделать. Если цели нет, то сделать не получится. Ну, один мотив. Ну, нужно знать, что вы хотите высвободить для себя. Как вы будете использовать то, что высвободите? Вот. Как вы будете использовать освободившуюся энергию? Ну, для каких целей вы будете использовать ее? Понимаете? Ну, вот. Ваше ли это желание бросить вредные привычки, или это желание кого-то, ну, кого-то другого? Понимаете? Вот. Все это очень важные моменты. И о них, об этих важных моментах, с вами нужно разговаривать. Вот. Нужно разбираться. Вот. Это, значит, то, что касается вашего вопроса, да? Вот. Ну и, соответственно, необходимо также понимать, необходимо также понимать еще и то, что вредные привычки являются целью определенного сценария. Вредные привычки являются средством жизненного сценария. То есть, если у вас, например, сценарий уничтожить себя, или там, навредить себе, или есть запрет на успех. Например, например, что вредные привычки являются ключевым моментом в данном случае. И, соответственно, вредные привычки будут у вас до тех пор, пока вы свой сценарий не увидите и не скорректируете. Вот. Не помню, говорил я об этом или нет, но лучше, я думаю, повторить, что у вредных привычек есть и вторичная выгода. То есть, вы что-то получаете с их помощью. Ну, с помощью вредных привычек вы что-то получаете для себя. И вам необходимо понять, что это. Потому что, если вы не будете видеть, что вы получаете через эти самые вредные привычки, да, какая у вторичной выгода, то избавиться от них вы никогда не сможете. А даже если избавитесь, ну, там, в результате техники, в результате каких-то, каких-то медитаций, подготовок, вот, чего-то ещё, если вы избавитесь, то, на мой взгляд, они проявятся у вас вновь. То есть, избавиться от них вы не сможете. В психологическом плане, в психологическом смысле. Вот. Так что, нужно разбираться и работать. И для начала, для начала, ответьте себе на вопрос, что... Вот, что лично я готов сделать для того, чтобы у меня вредных привычек не было? И готов ли я что-то делать? Готов ли я, например, работать с психологом для этого? Готов ли я, например, учиться заботиться о себе? Готов ли я повышать свой эмоциональный интеллект, например? Вот. Готов ли я начать и поддерживать свой личностный рост, допустим? Вот. Подум-подумайте. Потому что, если на один из этих вопросов ваш ответ будет негативный, то, скорее всего, вы ещё не дошли до того состояния, когда от вредных привычек реально начинает избавляться. Вот это, если делает сам человек, то он это делает, как правило, либо в кризис, либо когда понимает, что всё, дальше так и так жить нельзя. Вот. Ну, а вы, судя по краткости своего вопроса, вы, судя по всему, сделали это либо на эмоциях, либо по указке какого-то другого человека, но не вас самого. Вот. Я, конечно, не берусь утверждать это наверняка, но так мне это видится. Вот. А на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. А после fermёта я беру свое некоторое время. Спасибо. Продолжение следует...